Весной погода меняется порой очень быстро, а значит не всегда удается угадать с одеждой и узледить за прогнозами гидрометцентра, которые в такой нестабильный синаптический период не всегда сбываются. Впрочем, как выяснилось, даже в 21 веке многие больше доверяют народным приметам. В проведенном нами опросе жители Твери поделились своим мнением о том, из каких источников они черпают информацию о метеопрогнозах. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Однако, если у Шекспира он приобретал глубоко философский характер, то в России весной подразумевает чисто практически, быть весенним вещам или не быть. Мы решили спросить у жителей Твери, доверяют ли они прогнозам погоды, и если нет, то по каким приметам они ориентируются, выходя из дома. Ну, смотрю конкретно вот на сегодняшний час, то есть то, что будет на завтра, чаще всего, конечно, не сходит. У меня начинает ныть коленка. Я тоже не знаю, что будет дождь. Какой процент 95 доверяю. Почему вот на сегодня вроде обещали с утра дождик, потом к вечеру дождик, а его нет. Доверяю прогнозам погоды, потому что они, ну, как я смотрю, они в основном соответствуют, но там больше недели, то уже вряд ли, потому что они неточные. Ну, если вот кукушка закукует очень рано, когда еще листья не распустится, тогда говорят к неурожаю, а если с листочками деревья будет, она закукует, тогда будет богатый урожай. Будем надеяться, что она вовремя это сделает. Как показала простверичан, большинство все же доверяет прогнозам синоптиков. Поэтому на народные приметы обращают внимание только для определения глобальных температурных перемен и долгосрочных предсказаний.